Дведи были входные. Когда пожар начался, пожар дома горел, я зашел с внутренней стороны комнаты, хотел дверь открыть, а замок там, ключа не было. Я выбежал на улицу, пришлось эти двери разбить, чтобы потушить пожар. Вечером 1 сентября 2020 года Айдер Умиров и села Цветочное Белогорского района, как обычно, сел ужинать. Смотрю, свет потух. Подбежал к счетчику, счетчик, я включил, свет зажегся, я выключил счетчик. Думаю, утром посмотрю, что случилось. Так, свет выключил, потом сели ужинать, и смотрим, на крыше пламя загорелось. Товарищ залез на крышу, открывает дверь, смотрит, там же тушить не надо. В спешке удалось спасти только документы и некоторые личные вещи. Крыша дома полностью сгорела, стены остались на месте. Возгорание случилось в самой первой комнате. Здесь раньше был зал. Причина пожара – неисправность проводки, которая находилась в этом углу. Два пожарных расчета приехали быстро. Тушили пожар все вместе. Сам хозяин, спасатели и даже соседи. Валентина Курочкина живет напротив. Первой увидела огонь и бросилась на помощь. Дым идет, треск шифера и огонь. Ну, я и слышу там уже во дворе, где-то Айдер кричит, что… Ну, кричит таким голосом нехорошим. Я, значит, выскочила во двор, кричу с соседей. В течение получаса пожар потушили. В доме сгорело абсолютно все. Мебель и технику пришлось выбросить. Пожар случился в прошлом году, а восстановить дом до сих пор не получается. После пожара меня вызвали МЧС. Я приехал в МЧС, там подписали протокол, что там не знаю, подписали документы какие-то. Я спросил, будете мне платить, государство будет мне платить какие-нибудь самые деньги. Они мне ответили, что дом не застрахован. Я говорю, нет. Значит, вам ничего платить не будет государство. Сейчас мужчина живет в этой времянке. Дом собирается отремонтировать самостоятельно. Но крышу нужно построить до наступления холодов. Денег на это у Айдера Умерова нет. Он рад любой помощи. Его номер телефона вы видите на своих экранах. Сабина Дениева, Максим Голубев, телеканал «Милет», Белогорский район. Продолжение следует...